Колоновидная слива. Есть ли смысл ее посадить на своем участке? Конечно есть. Сейчас вы увидите, как эти две колоновидные сливы чувствуют себя от цветения и до урожая. Весной 21 года мы посадили двухлетние саженцы. Заказывали империал и блю свит. Но как вы сами прекрасно понимаете, прислали два саженца одного сорта. И что это, мы не знаем. Посадили весной 21 года. На следующий год урожай был небольшой. Всего несколько десятков сливок. В прошлом году урожай был поинтересней. А в этом году просто прелесть, какая красота! Эти сливы занимают очень мало места на участке. А у нас участок маленький. По вкусу слива неплохая. Есть конечно сорта повкуснее, но покушать на компоты и варенье то что надо. Раньше на нашем участке были большие деревья. Черешня была красная и желтая, вишня, груши. Но так как деревья были очень старые, мы их спилили. И сейчас на участке растет хурма, инжир, гранат, слива, яблоки, персик. Для маленького участка колоновитки это то что нужно. И вот они две красавицы сливки в конце июля. Плоды небольшого размера конечно, но ветки облеплены полностью. В любом случае мы довольны. Смысл есть такие сливки высадить у себя на участке. Так как здесь два деревца, хочу показать их с разных сторон, чтобы было все красиво и понятно. Вот сорвал три разные сливы по степени зрелости. Эта спелая совсем, сладкая, вкусная. Вторая немножко с кислинкой. Третью надо было пару деньков еще подержать на дереве. Но ничего, я люблю кисленькие сливки. Весной радует таким красивым цветением, а летом получаем урожай. По мере созревания кушаем. Всем спасибо за просмотр, удачи, подписывайтесь и лайк не забудьте поставить.